Всем большой привет, ребята! Меня зовут Вика, и я очень рада, что вы попали на мой канал. Запасайтесь печеньками и вкусным чаем, так как сегодня будет достаточно интересная и захватывающая история. И, конечно же, очень страшная. Это история про маньяков из жизни моей подписчицы. История реально очень интересная, и я надеюсь, что вам понравится это видео. Вы поставите лайк, напишите комментарий для продвижения, и подпишитесь на мой канал. Но перед началом этого видео хотела бы попросить вас подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании. Мы там с вами играем в мафию, переписываемся, я отвечаю на какие-то ваши вопросики. И, в принципе, появляюсь там чаще. Я очень надеюсь, что вы подпишетесь и будете поддерживать и следить за мной и там. Еще скажу пару слов. Вчера должно было выйти видео про переписку с куратором синего. Дальше вспоминайте сами. YouTube, к сожалению, забанил мне это видео. Мне очень жаль. Я постараюсь залить этот видос в мой телеграм-канал. Повторяю, ссылочка будет в описании. Видос получился, правда, очень классным, интересным. Я долго над старалась над монтажом, над, в принципе, перепиской. Я нервничала там, сидела. Ну, в общем, очень жаль, что YouTube не пропустил это видео, и вы не сможете его посмотреть. Но я специально для вас снимаю сегодня другое видео, чтобы вы не расстраивались, что видео не будет. Я для вас стараюсь и вас всех очень люблю. Надеюсь, что вы подписались, поставили лайк, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну, а мы начинаем. Что ж, теперь я отхожу от веселой и развлекательной темы, потому что истории действительно очень жесткие. Также, кстати, подписчица скинула мне эту историю в мой телеграм. Если у вас есть какие-то истории про маньяков, то кидайте мне их туда. Меня зовут Алина. Эта история началась еще в 2017 году. Я познакомилась с мальчиком в Леонардо Дайвинчике. Я, кстати, тоже знакомилась там с маньяком. Видео у меня есть на канале, где-то ищите внизу. Я познакомилась с этим мальчиком, его звали Владислав. А он абсолютно никаких предпосылок к тому, что он будет неадекватным, изначально не давал. Но все случилось довольно позже. Но все случилось, как случилось. В тот момент мне было 14 лет, и у всех моих подружек были уже отношения. И я тоже очень хотела себе парня. Поэтому и пошла в Леонардо Дайвинчик. К сожалению, там попадались очень стрёмные анкеты. И я долго не могла найти человека, с которым могла бы пообщаться. Потому что там либо постоянно сливались люди, либо не отвечали, либо еще что-то. Но вот, как я думала, наконец-то я нашла своего человека. Я подумала так, так как мы с Владиславом были очень близки. У нас были общие интересы. У нас мы смотрели одинаковые фильмы, читали одинаковые книги. Мы играли в одни и те же компьютерные игры. И нас это друг к другу очень притягивало. Как думала я. А на самом деле притягивалась к нему только я. Ему было абсолютно все равно на меня. И у него было еще миллион таких Алин, как я. Об этом я расскажу дальше. В общем, не буду затягивать. Общались мы с этим Владиславом по интернету три недели. Потому что это было лето, и на тот момент он был, ну, типа у бабушки в деревне. Я не знаю, где он был на самом деле, но подозреваю, что никакой бабушки там и в помине не было. Как он сказал, ему было 16 лет. Но когда мы встретились в Шиву, я увидела здорового, большого, накачанного мужика, которому на вид лет 25. Меня это не особо смутило, к сожалению, хотя должно было быть. Так как он был таким же милым, доброжелательным и хорошим, как и в переписке. Но, к сожалению, он оказался просто конченым козлиной, который чуть не испортил мне всю жизнь. Первую нашу встречу он вел себя абсолютно нормально. Мы с ним гуляли по парку, ели мороженое, все было хорошо. Но я выглядела как 14-летняя маленькая худая девочка, а он как 25-летний здоровый мужик. Вот это было странно. Но на мой вопрос, а тебе точно 16, он сказал, да, конечно, просто выгляжу старше. И я решила ему поверить. Ну, я просто очень сильно хотела в это верить, и поэтому поверила ему. Мы с ним погуляли, разошлись, и все было нормально. Мы с ним продолжали общаться, и через неделю он снова предложил мне погулять. И вот тут-то и начался трэш. Все время, когда мы проводились с ним вместе на этой гулянке, он таращился на меня так, как будто хочет меня, я не знаю, у него есть бить, убить. У него был очень неадекватный взгляд. Меня это насторожило и напугало. Я спросила, а все ли у тебя хорошо? Он отмахнулся от моей просьбы и просто ходил молча дальше. На все мои вопросы он отвечал очень сухо, и меня это насторожило. Я подумала, что я ему перестала быть интересна, так как и в переписке он тоже очень плохо со мной общался. Он то выходил из сети, то заходил, писал что-то на отвали и снова выходил. Я очень переживала по этому поводу, потому что этот Владислав мне реально очень понравился. И в конце концов, после вот этой второй нашей встречи, он вызвался проводить меня до дома, так как было уже поздно. На минуточку время было 16.00. И это как бы не поздно. Ну я, как маленькая наимная дура, решила, что вау, это круто, как в кино меня проводят до дома. Но, к сожалению, все оказалось совершенно не так. Этот Владислав проводил меня прямо до квартиры. То есть он знал мой адрес, он знал мой подъезд, он знал мою квартиру. И меня это не напугало. Я наоборот подумала, что типа вот прикольно, он может меня теперь еще и встречать. Он сказал, что он запомнил, где я живу, очень прямо с агрессией какой-то. Ну я подумала, что может быть у него что-то случилось в жизни. Но, к сожалению, это все была просто моя фантазия. Я там уже с ним и семью, и детей нафантазировала. Но как мы, девочки, все это любим. Самое страшное начинается сейчас. Ночь. Три часа ночи. Я играю в свою любимую игру от Ласт на компьютере. В наушниках я ничего не слышу. Я была одна дома, так как это был выходной. И мама и моя бабушка, мы жили без отца. Уехали в другой город на дачу. Ну то есть на электричке там ехать два с половиной часа. И у них там совершенно не ловилась сеть. То есть даже если бы я захотела им позвонить, я бы не смогла. Они часто так уезжали, потому что знали, что я порядочная девочка. И не пью, не курю, никого домой не вожу. И оставляли меня дома со спокойной душой. Но тут я на минуточку жила на первом этаже. Я просто боковым зрением, я не закрывала шторы никогда. Потому что, ну, типа, я не считала это нужным. Я все равно сидела постоянно в полной темноте. Потому что если бы я включила свет, мне бы отсвечивала. Ну, в компьютере игра. И шторы у меня были не закрыты. Я играла в наушниках, у меня были очень громкие звуки из игры. И тут боковым зрением я вижу, что просто постоянно что-то прилетает мне в окно. Я снимаю один наушник и слышу огромные удары в дверь и в окно. Я не понимаю, что происходит. Мне очень страшно. И, в принципе, я переживаю, что сейчас, я не знаю, это окно просто сломается. Потому что мы живем в старом доме. Я подхожу к окну и думайте, кого я там вижу? Этого Владислава. Он смотрит на меня просто огромными, ошеломленными глазами. Как будто он сейчас меня просто убьет. Мне стало очень страшно. Я открыла форточку, чтобы сказать, зачем ты пришел. Сейчас 3 часа ночи. Что ты от меня хочешь? Но он просто злостно на меня посмотрел и убежал. Но стуки в дверь продолжались. Я посмотрела в глазок, и там стояло два таких же здоровых и накачанных мужика. Я не стала открывать им дверь. Они пытались выломать ее. Пытались орать, чтобы я открыла дверь. Я начала звонить соседке. И в принципе просто сбрасывали трубку. Потому что у меня на площадке были одни пенсионеры. И они реально боялись тоже за свою жизнь. И никто, абсолютно никто не позвонил ни в полицию, ни моей маме как-то попытаться дозвониться не смогли. Потому что я звонила. И, ну, то есть сети-то там нет. И меня смутило то, что реально никто даже не позвонил в полицию. Я не стала вызывать полицию, потому что я влюбилась в этого Владислава. И хотела, чтобы у него все было благополучно. И я была уверена, что Владислав просто хотел предупредить меня. Что ко мне кто-то ломится. Поэтому пришел стучаться ко мне в окно. Но, к сожалению, мои вот эти фантазии обломились на следующий же день. Эти все люди ушли. Я легла спать. На тот момент было уже 6 утра. И этот Владислав пишет мне, типа, извини за ночь. Это были мои друзья. Они были пьяны и неадекватны. Извини, пожалуйста. Я прощаю его. Хотя я все еще сидела немножко в шоке. То, что он вообще... Что это такое было? И он снова вышел из сети. И заходил туда 3 часа. Все эти 3 часа я прорыдала. Потому что мне этот человек, правда, понравился. И оказался такой мразью. Зачем вообще все это было? Я не понимала. На тот момент еще не понимала все страшные ситуации. Которые будут происходить дальше. И тут, спустя 3 часа, Владислав звонит мне. И говорит, что, ну, давай встретимся. Давай погуляем. Все будет классно и круто. Давай проведем время, как раньше. Он так мне это объяснял. Как будто мы знакомы 100 лет. И у нас уже проблемы в отношениях. И, в общем, ну, вообще все. Как бы, и он хочет все возобновить. На минуточку виделись мы с ним. Третий раз в жизни. Ну, как бы четвертый. Если считать тот, что он стучался ко мне в окно. Но так-то третий. Я очень обрадовалась. И когда я пришла на назначенное место, он мне скинул это, ну, как бы как по гугл-картам, короче, куда идти. Сказал прийти именно туда. Это была какая-то опушка в лесу у нас. Рядом с городком есть такой лес. И там заводы всякие. В общем, он сказал мне прийти туда. Я испугалась, конечно, этого места. Но подумала, что, типа, ну, он же большой, здоровый, защитит меня, если что. Но кто бы мог подумать, что защищать меня нужно будет от него и его друзей. Когда я пришла на место, там стоял он и те мужики, которые ломились ко мне тогда ночью. Я очень сильно испугалась, когда их увидела и начала убегать. Я поняла, что все это связано. И он что-то хочет от меня. Вот просто, я не знаю. Он хочет меня убить. Хочет нас ограбить. Или что. Эти мужики побежали со мной. Они догнали меня, схватили меня за руки и за ноги. И начали орать, что если я сейчас начну кричать или убегать, то будет только хуже. Я начала плакать. Я не знала, что мне делать. Потому что у меня на тот момент не было мобильного интернета. На телефоне я никому не могла написать. А если я начну звонить, то это будет очень палевно. Они затащили меня в машину. Начали говорить, что если я не буду слушаться их, то они меня убьют. Я на тот момент не знала, что они хотели со мной сделать. Но как оказалось, они просто хотели нас ограбить. На него даже писали несколько заявлений на заграбеж. И никак его не могли поймать. На самом деле его звали не Владислав, а Саша. У меня было золотое кольцо. Мне его подарила мама на день рождения. И серебряные сережки. Он снял с меня их и начал забирать. Забрал у меня телефон. Сломал там сим-карту. Сказал стирать все данные с него. Ну, пароли все говорить. У меня, если что, был айфон. Я, конечно же, все отдала. Чтобы вот, не дай бог, меня только не трогали. И они, слава богу, меня отпустили. Но сказали, что если я хотя бы заикнусь, они знают, где я живу. И будет только хуже. Так как я подумала, что полиция в нашем городе работает хорошо. Когда я вернулась домой, мама спросила, что случилось. Я все ей рассказала. И мы пошли писать заявление в полицию. Этого Сашу, как уже потом оказалось, все-таки поймали. Но он предупредил меня, что будет хуже. И хуже действительно стало. Через три дня после того, как его отвезли в СИЗО, его поймали. Его просто, я не знаю, почему не могли его поймать. Потому что никто нормального не мог описать. И жертв у него было достаточно много. Просто половина из них даже не шли в полицию, потому что боялись. В общем, через три дня к нам пришли его дружки. Они разгромили нам всю квартиру, пока нас не было дома. Они взломали замок, забрали все самое ценное. Телевизор у нас украли, компьютер украли. Украли даже кофемашину. И тостер, тостер им понадобился. Но, естественно, они все потом перепродали на Авито или еще где-нибудь. На этом история закончилась. Этого Сашу все-таки посадили. Но недавно в Леонардо Дайвинчике я наткнулась на его анкету снова. Я не знаю, к чему это привезет. Но я хотела бы предупредить всех. Если вы увидите анкету Владислава в Леонардо Дайвинчике, никогда не общайтесь с ним. В общем, ребят, вот такая вот история. Мне очень жалко девочку, потому что, как она сказала, они жили в бедном районе, в старом доме. И, то есть, у них, видимо, было... Ну, они не жили прямо в достатке. И у них украли последнее. Но очень хорошо, что никакой телесной... Никаких телесных повреждений она не получила. Ребят, давайте поддержим девочку в комментариях. Также пишите свои истории ко мне в Телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас всех очень люблю. До новых встреч.